За кулисами интеллигентный и скромный, но с некой страстью в душе. Анатолий Воронков – человек-легенда. Каждый выход к зрителю – волнительный, хоть и за спиной 65 лет творческой деятельности. И сколько бы ни было спектаклей, и какой он по счету сотый или 150, все равно волнуюсь, все равно ножки дрожат. Анатолий Иванович вышел к зрителю под аплодисменты. Его театральный путь длиною в жизнь начался на Бердском радиозаводе. В 1946 году при клубе БРЗ был организован драматический кружок, а потом создан народный театр. Анатолий Воронков выступал на каждой сцене Бердска – большой и малой. Сегодня спектакль на импровизированной. У актера бенефис под названием «Мы где-то с ним встречались». Встреча с персонажами в разных ипостасях. Я должен сказать, что материал старинный, еще советской эпохи. Но психологическая установка между людьми все та же. Вы увидите и заметите, что они актуальны сегодня. Мы придержимся миролюбивой тактики обращения. По миролюбивому заявлению кота Леопольда – ребята, давайте жить дружно. А от себя добавим – давайте дарить друг другу хорошее настроение. Несмотря на внушительное количество ролей в спектаклях, объединяет их одно – добро, любовь и свет, которыми непременно наполняется каждый зритель, будто ребенок или взрослый. У вас такой замечательный голос, его так приятно всегда слушать. То есть вот он прям в бальзамом ложится на уши. Тембур ваш такой чарующий, завораживающий. Наверное, театр, сцена, именно он дает вот эту жизненную энергию, дает возможность общения с людьми. Особенно, когда с молодым поколением, которое здесь у нас сегодня присутствует. И с девушками. Это же вот прямо импульсы, которые дают толчок, мотивацию. И питают. И питают однозначно. Актер должен быть пластичен и гибок не только физически, но и эмоционально, уверен Анатолий Воронков. Актер умеет не только заинтересовать и увлечь зрителя, но и перенести в другой мир, в котором случаются чудеса. А еще доказать, что им есть место в реальной жизни. Постановка получилась уютной и камерной. Вы знаете, чувствуется контакт, какие-то невидимые линии между актером и зрителями. Это все зависит от того, как это общение настроено с самого начала, во-первых, в продолжении, в такте. Ведь нельзя переборщить. Театр, они тоже не очень уважают зрителей. И не дотягивать тоже нельзя, так, через губы. Надо гармонично, так, в меру. Театр – это место, в котором влюбляются, плачут, смеются, переживают вместе с актерами. Словом, это место, в котором живут, говорит Анатолий Воронков. И живет он в этом месте уже 65 лет. И еще много будет случаев, когда мы где-то с ним встретимся. Школу международный футбол!